Суды и правоохранительные органы – это особые государственные учреждения, где решаются судьбы тысяч людей. Об этом говорил президент Садыр Джапаров в июне прошлого года на первом заседании Совета по вопросам совершенствования судебной и правоохранительной деятельности. Тогда глава государства поделился своими взглядами на основные проблемы по улучшению работы служителей Фемиды. Также Садыр Джапаров выразил уверенность в том, что сейчас есть возможность реально реализовать необходимые меры по реформированию, так как у руководства страны имеется воля на их проведение. Негативные изменения в судебной системе и правоохранительных органах способствуют росту правового нигилизма в обществе, что приводит к неуважению к закону и недоверию государству. Пора принять срочные меры по преодолению стереотипов нашего народа. Закон как дышло, куда повернул туда и вышло. Мы должны создать судебные органы, которые могут реально обеспечивать незыблемость основ конституционного строя, защищать правопорядок, единство экономического пространства, имущественные и неимущественные права граждан и юридических лиц. Таким образом, мы должны начать кардинально менять национальную правоохранительную и судебную системы. Пора пересмотреть предыдущий опыт, создать эффективную правоохранительную судебную систему в интересах народа, активизировать судебную реформу. В стране последние несколько лет активно проводится судебно-правовая реформа, основной целью которой является установление справедливости судов и защиты прав граждан. Как отмечают сами судьи, одними из важных ступеней судебной реформы являются меры, направленные на облегчение прозрачности работы судебной власти и сокращение коррупционных рисков. Многие были поставлены задачи. Первое, наверное, это все-таки обеспечение независимости судей, судебной системы, как одной из ветвей власти. Прозрачность судебной системы, доступность для граждан, также ответственность судей за принятые решения, обеспечение материально-технической базой, также подготовку кадров, ну и многое другое, конечно, там перечислять можно. Но на данном этапе мы можем сказать, что многого достигли, поскольку у нас сейчас в плане материально-технической базы, да, у нас обновленная система сейчас, и АЕС система работает, и видео-аудиофиксация судебных процессов, что действительно является уже доступным. То есть у нас в каждом суде имеются электронные табло, на которых можно увидеть, какие процессы проходят, какие процессы назначены. В ходе заседания Совета по вопросам совершенствования судебной и правоохранительной деятельности глава государства отмечал, что наиболее действенным способом разрешения любого социального конфликта является правовая защита. Учитывая это, цель по стабилизации гражданского общества будет реализована только тогда, когда будет решен ряд вопросов по оптимизации законодательных и правоприменительных процессов, а механизм судебной защиты будет использоваться законно и обоснованно. Президент также подчеркнул, что наличие гармоничных законов, отображающих потребности общественного развития, является важным условием эффективного функционирования правоохранительных и судебных органов. Законодательство не должно быть препятствием для правоохранительных и судебных процессов, а должно соответствовать современным требованиям. Поэтому считаю, что работа по качественному обновлению и совершенствованию законодательства должна включать следующие ключевые этапы. Первый этап – оценка текущего состояния законодательства, регулирующего вопросы расследования и судопроизводства, выявление их основных противоречий и отправных точек для улучшения. Второй этап – определение текущих основных перспективных направлений совершенствования законодательства и их реализации. Реформирование и внесение изменений в законы – это постоянный процесс, который является требованием времени. В этом процессе не остается в стороне и мнение гражданского сектора. Их предложения относительно изменений уголовного законодательства и других норм нашли отражение в новых законопроектах. Эксперты отмечают, что новые редакции уголовного, уголовно-процессуального и других кодексов должны устранить негативные аспекты судебного процесса. Специальная экспертная рабочая группа и в составе этой экспертной группы мы подготовили все новые законодательства, уголовные законодательства. В первую очередь, начиная название и кончая содержанием, полностью поменяли, полностью, чтобы выйти из данного тупика, который попали правоохранительной системы. Депутаты парламента отмечают, что в настоящее время после принятия новой конституции многие законы, в том числе по части отправления правосудия, подлежат пересмотру. В настоящее время идет инвентаризация нормативно-правовых актов и у парламентариев уже имеются законотворческие инициативы. Самая основная задача и мысль любой реформы, если это касается судебной, то это должна быть направлена на идеи открытости судебного процесса, соблюдения законности, принципа справедливости, принципа состязательности сторон и чтобы судебные решения выносились исключительно на основании закона. Судьи отмечают, что судебно-правовая реформа подходит к достижению своей конечной цели. Так, с отступлением в силу с 1 декабря прошлого года нового уголовного законодательства произошла гуманизация некоторых видов наказаний. Конечно, мы видим гуманизацию, поскольку все законы сейчас направлены только на облегчение положения обвиняемых. То есть мы применяем законы, которые наиболее облегчают положение обвиняемого. То есть гуманизацию можно посмотреть. То есть законы более смягчились по сравнению, да, некоторые законы, поскольку до этого, да, действительно в уголовном контакте были законы, которые, значит, преступлению соответствовали более жесткие наказания, которые сейчас более смягчились. Они сейчас свободно применяются, и гражданам тоже это легче. Для них это все доступно стало. По мнению служителей Фемиды, у простого народа постепенно возвращается доверие к судебно-правовой системе. Об этом служат отзывы граждан, которые так или иначе являются подтверждением постепенного установления справедливости судов и защиты прав граждан. Тимур Тимиргалеев, Бегзат Машрапов, ЛТР Бишкек. Продолжение следует...